Назар, смотри, я тебе приготовила. Магазин. Тебе любопытно, кто пришел, да? По профессии врач ЛФК и логопед. Новоиспеченный социальный предприниматель Лариса Алексеевна занимается шестилетним Назаром, у которого диагноз ДЦП. Занятие проводят не на дому, как было в прежние годы, а в собственной студии общения и развития, которую открыла полгода назад. Здесь будут оказывать помощь людям, у которых разные проблемы с речью, от задержки в развитии до ее полного отсутствия. К примеру, у взрослых после инсульта или ДТП, у детей от специфических расстройств. Очень сложно ребенку выбрать картинку, потому что небольшое расстояние, потому что маленькая картинка, и картинок достаточно много, а зрительно-моторная координация таких ребят страдает. Тогда я сделала вот так. Уменьшила количество картинок, увеличила расстояние, и получилось лото, которое мы играем с Назаром. Он угадывает уже несколько запахов. Арома лото, альтернативная и дополнительная коммуникация, сенсорная интеграция по алгоритму Джин Айрис. Необычные методики работы презентовали на питчинге социальных проектов в Москве. Пронаульская студия развития вошла в восьмерку победителей за специфику своей деятельности. Сегодня единицы предпринимателей берутся решать проблемы общества, которые требуют столь узкой специализации, огромной ответственности и при этом имеют совсем небольшой финансовый выхлоп. По третьей категории, к сожалению, это вот самая та категория, которую у нас на сегодняшний день небольшое количество предпринимателей идут на такое. Должен быть настрой самого предпринимателя на именно помощь, потому что это намного труднее оказывать такие услуги для таких людей. Настрой у создателя студии боевой. Большой опыт в логопедии и области лечебной физкультуры позволяет чувствовать себя уверенно в плане оказания услуг. Сложнее с финансами. Открыть дело помогли органы соцзащиты. По социальному контракту выделили 250 тысяч рублей. Но студию еще нужно оснастить специальным оборудованием. Так, для детей, которые не могут сидеть сами, нужны коляски-трансформеры с дополнительными опциями. Мы были здесь на консультации, но нас, к сожалению, не взяли в работу, потому что нет возможности заниматься. Нужен стул, нужна фиксация, потому что он на руках даже, да, вы видите, он болтыхается, он не смотрит и так далее. То есть стул фиксируют и помогает, скажем, к работе логопеда и специалиста. Вот, поэтому нам бы очень хотелось тут заниматься, потому что и удобно, и близко, и специалист хороший. Ну, студию-то недавно открыли. Мы просто говорим, что нужно... Детей таких очень много сейчас. Прям очень много. Федеральный фонд поддержки социальных проектов обещал поддержать предпринимателей из Барнаула. На приобретение двух кресел должны выделить грант в 440 тысяч рублей. В Алтайском же фонде инноваций социальной сферы надеются, что в России будут активнее поощрять социальный бизнес, ведь до сих пор он на стадии зарождения и о самоокупаемости говорить пока не приходится. Между тем, в специализированных социальных услугах нуждается все больше соотечественников, в том числе жителей нашего края. Елена Макаренко, Вадим Быстревский. День с толком.